С 1 апреля Россия возобновит авиасообщение еще с шестью странами. Проректор по внешним связям Казанского университета Тамерхан Алишев рассказал в интервью нашему телеканалу о готовности принять своих студентов. Подробности расскажем в нашем следующем сюжете. На сегодняшний день порядка двух тысяч иностранных студентов до сих пор не могут въехать в Россию за последствия пандемии и находятся на дистанционном обучении. Но проблема решается, поэтому планируется открытие Узбекистана, Таджикистана, Сирии, Венесуэлы, Германии и Шри-Ланки. По словам Тамерхана Алишева, Казанский университет готов принять своих студентов из представленных стран. Есть специальный регламент, который утвержден штабом по предупреждению распространения коронавируса в федеральном. В соответствии с этим регламентом университет очень плотно работает с учредителем, с Министерством науки и высшего образования, с Роспотребнадзором, с региональными органами, отвечающими за противодействие распространению коронавирусной инфекции. Казанский университет также обеспечивает все необходимые меры, связанные с обсервацией, с получением отрицательного теста ПЦР и обеспечением беспроблемного возвращения студентов. Но проректор по внешним связям отмечает, что не стоит спешить, потому что существует определенное ограничение и нужно постепенно двигаться в направлении открытия границ. Еще одним важным вопросом остается проблема решения восполнения практических знаний студентов. Я понимаю, что у многих студентов уже фактически год находятся на онлайн обучении, и вот есть определенный накопленный долг по практикам лабораторным. И сейчас наши коллеги как раз занимаются тем, чтобы перенести их на осень, на тот период времени, когда они физически будут находиться здесь, для того, чтобы наши студенты освоили весь объем этой образовательной программы. Тимирхан Алишев утверждает, что все обязательства, которые есть у университета по лабораторным практикам, будут выполнены в полном объеме, когда студенты прибудут на территорию Российской Федерации. Энджими Небаева, Универньюз.